Дорогие друзья, я Александр Печуев и сегодня я сниму видео, обзор книги Вуду, Большой секс Вуду. Кэтлин Шарлот, вот она книжка. Это единственная, похоже, книжка, которая задевает как раз, понимаете, ну и обзорчик сделаю. Полностью я ее читал, где-то несколько раз, честно говоря. 2009 года она вышла, как говорится. Это из серии Вуду, любви и так далее, да. Самое интересное, что меня поразило, что не во всех Вуду задевается тема афродизиаков и питания афродизиаков и продуктов афродизиаков. Плюс не все темы задеваются именно Вуду настолько точно и просто и понятно. Ну, конечно, здесь, я думаю, не чисто Вуду прям, да, как написано, а тут больше всего Вуду. То есть без церемониала, как воздействовать, как улучшить жизнь свою, как притянуть любимого человека, как восстановить отношения. А ведь в наше время это самое главное. Решить проблему, как сделать себя сексуальным и так далее. Причем здесь самое главное, уделено время космограммам особенно, это очень важно, как говорится. Потому что те люди, которые работают с Луа, Эшуа, допустим, с духами, Вуду африканские, многие не понимают, что без космограмм, без курения, благовоний, без правильных составов, как их накормить и задобрить, невозможно воздействовать на реальность и невозможно привлечь к нам силы любви или удачи или денег. Но тут человек подошел, так сказать, с умом и очень внимательно это задел. Плюс меня поразил разбор особенно. Сейчас мы это все рассмотрим, обзор я сделаю. Книга в основном мне понравилась. Все просто и понятно даже для человека, который не практикует Вуду и не имеет особого большого опыта в этой области. Так, вот мы видим книгу. Это единственная книга, которая затрагивает даже однополые отношения. То есть, обращение ко всем духам, в принципе, даже тут вначале описано. Есть куча писателей и буддистов, которые чушь несут полную. Но тут именно все с научной точки зрения, с биологией, с духовной точки зрения. То есть, это все задето. Но мы вкратце сейчас. Даже терминология, самое главное, сейчас подождите. Терминология, понимаете? То есть, вот терминология, да, полностью есть. По Вуду, то есть, особенно, да, то есть, задето эти переводы многие. Вот тут призыв духа леса и так далее, допустим, для помощи в любви. Ритуалы общие, по старине алтаря даже есть. То есть, настолько все понятно и разжевано уже даже для таких людей, которые я говорю. Но это больше задето, как область Худу. Вот тут у нас, как энергетически, вот именно влиять тоже на себя. Знаю, кто читал эту книгу, можете написать под видео мне. Вот мне понравился разбор. Видите, космограмм. Вот это самое главное. Без космограмм ничего не действует. Человек это понимает. Он задевает именно ту область, которая, как говорится, самое главное, чтобы мощно действовала. И все просто. Меня еще поразил разбор именно с точки зрения графической структуры. Вот это меня всегда поражает, когда человек прям в точку попадает, как вы думаете, как думают опытные специалисты. Вот смотрите, мы видим, да, Эрзули. Это женские половые органы, изображение вагины. Огун, мужское изображение фалоста. То есть, понимаете, многие даже этого не понимают. Не пытаются разобрать даже это. Понимаете? А тут прям, как говорится, антономически мы все видим. Тут все продумано. Ритуальная составляющая. Космограммы. Все как надо. Особенно афродизиаки. Какие что подходят кому, да. Какие дары какой области, как говорится, в какой стране, так сказать, любовной области. То есть, если у вас не хватает каких-то растений, то вы можете, как говорится, заменить на определенные, которые у вас есть, да. Так. Какая богиня. То есть, это работа с женской силой, с женской энергией. Ну, тут у меня закладка, видать. Вот. То есть, само то для тех женщин, которые хотят для себя вуду открыть именно с простой или худую, с простой стороны. Более понятны, более без гигантских церемоний, каких-то замуток. И более, чтобы достигнуть результата. Мне понравилась книга. Всем удачи. Успех. С вами был Александр Пчу. Делитесь этим видео. После просмотра не забудьте подписаться на канал. Ставьте лайки. Удачи.